Вот, значит, тогда давайте как раз представим, да, как нам осуществить финансовую оценку, и для этого представим, что на данный момент, на момент начала, у нас уже определены даты и тема нашего события, цель поставлена, выбран целевой сегмент, и практически мы, наверное, уже представили даже, где будет проходить наше событие, количество участников, есть сценарий, мы уже, наверное, прикинули, как будет организована встреча участников, как будут реализованы санитарно-бытовые условия, наверное, уже составили медиаплан и даже его реализовали, то есть любое событие, наверное, как раз начинается с того, задолго до его фактического начала, тем, что мы организуем рекламную кампанию и начинаем рассказывать в средствах массовой информации, в соцсетях о нашем событии. И, возможно, даже мы уже сделали какой-то набросок тех активностей, которые будут включены в программу события, кроме нашего основного главного мероприятия. Перед тем, как рассказать именно о услугах коммерциализуемых и затратной части тех статей затрат, я бы хотел вам привести форму для расчета эффективности мероприятия. Собственно, ну, для чего мы это мероприятие организуем, да, что мы все-таки рассчитываем не просто вложить деньги, мы рассчитываем получить какой-то доход с этого, и существует вот такой показатель, называется он ROI или Return of On Investment, что переводится как возврат с инвестицией. Формулу вы видите у себя на экранах, то есть это доход минус затраты в числителе и делим мы на затраты, и все это умножается на 100%. То есть данный показатель, он измеряется в процентах, и суть его в том, фактически, что он показывает, сколько рублей мы заработаем на каждый вложенный рубль. То есть, например, если этот коэффициент равен 40%, то мы можем сказать, что на каждые 100 вложенных рублей мы дополнительно получили 40 рублей. То есть этот финансовый коэффициент иллюстрирует нам уровень доходности или убыточности бизнеса и показывает суммы сделанных в бизнес-инвестиции. Его еще называют коэффициент окупаемости. И для того, чтобы сейчас... Да, наша задача, наша задача, это увеличить коэффициент роя, показатель роя. То есть, чем он больше, тем лучше. Соответственно, наша задача с вами, это увеличить числитель данной дроби, а это прежде всего наша доходная часть. Соответственно, давайте дальше перейдем к прогнозу моделирования нашей доходной части. И здесь, значит, предлагаю некий такой варианты, список тех активностей, которые могут принести нам тот самый доход. Как мы видим, это торговлю с сувенирами, подделками, мастеров, ремесленников, качестве памятных сувениров, продажа различных товаров, символикой и эмблемами фестиваля, футболки, кепки, сумки, не говоря уже о магнитиках, разной формы и содержания. Это может быть торговля фермерскими продуктами. Это прежде всего, чем прежде всего славятся местные фермеры, а также с тех мест, откуда приезжают участники события. Пункты питания, пункты непродовольственных товаров, продаж непродовольственных товаров. Также сюда мы отнесем, ну, самые популярные, скажем, аттракционно-стрелковые тур, тир, значит, абалет, дротики, гневма. Аттракционное катание, это может быть как катание на лошадях, на санях, на моторизованных средствах. Сюда можно отнести мастер-классы, те, которые, ну, организуют местные мастера, ремесленники, а также люди, которые, ну, может быть, старые, далеко забытые ремесла, могут показать и тем самым научить наших гостей и показать, как это выглядело. Выглядело, ну, также услуги фотографа, это может быть фотокабины. Здесь можно также предусмотреть игровые зоны, что также, как не только на улице, но и в помещении, причем для зимнего времени суток, наверное, это даже актуально, где можно просто разместить какой-то там аэрохоккей, настольный футбол, два-три компьютера, пищевиков, была такая серия.